Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets. И сегодня, поскольку понедельник, время традиционного эфира, вебинара-стрима, который будет проведен в этом канале, у вас будет возможность, друзья, выбрать конкретную тему, которую вы хотите, чтобы я для вас осветил. Если фундаментальный фон вам интересен, а я так подозреваю, что если вы смотрите этот брифинг, то, наверное, так и есть, обязательно сегодня голосуйте, выбирайте тему и, разумеется, в 15.00, точнее в 16.00 по московскому времени, мы с вами обсудим то событие и тот новостной фон, который представляет наибольший интерес именно для вас. Ну что, новая неделя. Среди важных макроэкономических событий я почти был готов сегодня анонсировать вам подготовку к Non-Farm Perils, потому что первое число, первое октября выпадает на пятницу и мы уже, как трейдеры, привыкли, что в этот день обычно публикуется первую пятницу месяца. Ключевая макроэкономическая статистика по состоянию американского рынка труда. Еще на прошлой неделе этот блок статистики присутствовал в экономическом календаре, сейчас его убрали уже на 8 октября. Поэтому, друзья, я думаю, что самое важное событие этой недели станет форум Европейского центрального банка, который состоится в среду. Онлайн, разумеется, мероприятия будут выступать главы ключевых центральных банков, Лагард, Бейли, Курода и еще самое главное, это Джером Паул, который для нас, для спекулянтов, трейдеров, сейчас его точнее точка зрения и позиции представляет наибольший интерес, потому что именно от решений Паула зависит курс американского, возьмем в кавычки, центрального банка. И именно понимая политику Федрезерва, мы можем строить, соответственно, идеи, которые касаются перспектив американского доллара и, разумеется, динамики рисковых активов. Поэтому на этой неделе мы будем ждать выступления Паула, будем ждать еще больше данных, уточнений, конкретики относительно будущего программы количественного смягчения. И все это, опять же, продолжим анализировать через плоскость того, что нам делать дальше по доллару. Сейчас по американской валюте индекс доллара 93.21. В принципе, те значения, которые мы видели и на прошлой неделе, и, к сожалению, друзья, мы говорим, по сути, об одних и тех же уровнях уже несколько недель подряд. Рынок пока не может выйти из того коридора, в котором он заперт, нуждается в каком-то более стоящем, более мощном фундаментальном триггере-катализаторе. Кто знает, может быть, отчет Non-Farm Perils станет тем самым искомым событием, которое сможет раскачать волатильность и, наконец-таки, привести к формированию новой тенденции. Но пока что нам остается только лишь ждать. Моя средняя-долгосрочная установка по доллару. Я полагаю, практически в этом уверен, что доллар еще окажется на более низких значениях. И, как и всегда, опираюсь на решение, позицию, текущую позицию американского регулятора, которая, как вы помните, по факту прошедшего заседания ФРС на прошлой неделе, явно указывает нам на то, что ФРС пока склонен проводить более мягкую экономическую политику. И, возможно, эта политика будет сохранена вот в таком формате до конца этого года. Мое субъективное ожидание, я уже это комментировал, что если и рассчитывать на возможное, вероятное снижение объемов программы количественного смягчения, это, скорее всего, ноябрьское заседание, когда будут приняты соответствующие решения, и в декабре они вступят в силу. До этих пор у нас есть возможность пока что говорить о негативном влиянии последствий ковида на американскую экономику, о сохраняющейся выжидательной позиции Федрезерва, и по этой причине ставить на то, что доллар может оказаться более уязвимым, то есть в дистанции несколько ближайших месяцев. Что касается главных выводов заседания ФРС, я также уже это комментировал. Не забывайте, что были пересмотрены в худшую сторону прогнозы по экономическому росту, прогнозы по росту уровня занятости. Даже сейчас, уже по прошествии более чем полутора лет после активной вспышки ковида, мы говорим о том, что в американской экономике занятость отстает от показателей 2019 года на 5,3 миллиона рабочих мест. Это, конечно же, проблема, и именно поэтому ФРС пока что не может четко обосновать уместность и оправдать потенциальное решение, которое еще не принято, решение, которое связано с корректировкой текущей программы количественного смягчения. Также, друзья, очень многие на прошлой неделе говорили о расстановке сил, то есть якобы 9 из 18 членов ФРС готовы поддержать идею повышения ставки в следующем году. Но мы не знаем, кто это 9 из 18 человек. Я полагаю, что все-таки половина этого пула тех чиновников, которые будут ответственны за решение, это как раз Паул и наиболее влиятельные чиновники, которые пока что будут склонны поддерживать сохранение мягкой экономической политики. Тем более, что именно Паул и ряд его ближайших окружений это те члены, которые обладают правом голоса на заседание. То есть именно на их решение мы должны сейчас и опираться. Я не вижу каких-то сигналов относительно того, что нам нужно начать раньше закладываться под потенциальные корректировки американской денежной политики. Поэтому, собственно, как и ранее, предлагаю вам пока что на долгосрок придерживаться идеи ослабления курса американского доллара. Краткосрочно, то есть на возможную даже перспективу этой недели, я рекомендую вам продолжать работать с идеями, которые связаны с ослаблением рисковых активов, таких как австралийский доллар и евро и фунт. Поэтому краткосрочно в отношении доллара можно предположить, что покупатели могут предпринять дополнительную попытку затащить индекс доллара в район 93.50. И только лишь, друзья, опираясь на сохраняющиеся риски вокруг китайского застройщика Evergrande, который вроде бы как и исполнил свои долговые ближайшие обязательства по аппликациям в минувший четверг. Но, с другой стороны, какого-то официального подтверждения этого нет. И рынок сомневается, были ли эти выплаты. Тему Evergrande мы не имеем права сейчас убирать куда-то на десятый план. Она в любой момент может стать определяющей. Поэтому для тех, кто использует доллар как защитный актив и эталон, опять же, среди таких инструментов, эта тема может стать причиной краткосрочного аргумента либо такой мотивирующей силы, чтобы купить его. Я, как уже отметил, предлагаю этот фон сейчас краткосрочно использовать через рисковые инструменты, оставить доллар на ожидании долгосрочной слабости, но, соответственно, краткосрочно сделать акцент на потенциальное ослабление рисковых активов. Евро, как уже отмечал, цель 1.1650 по фунту. Потенциал движения в районе отметки 1.36, по австралийцу жду в районе 0.71. И рисковый актив, который я продолжаю покупать и рекомендую вам делать то же самое, это американский фондовый рынок S&P 4461 пункт. И вопрос возвращения выше 4.500 – это вопрос самого ближайшего времени. И пару рекомендаций в отношении рынка драгоценных металлов, золота, 1759. Опять же, разговоры о потенциальном дефолте Эвергранда, разговоры о потенциальном дефолте американской экономики. Вопрос касательно поднятия лимита потолка государственного долга еще тотально Конгресса не решен. Есть прорыв в плане решений полы представителей, но Сенат еще не голосовал. А межпартийные разногласия все еще сохраняются. Поэтому эта тема в любой момент может бросить золото в район прежнего уровня 1800 и даже повыше. Ну и рынок нефти. Я пока что без сделок. Бренд продолжает и да, будет активно расти. Goldman Sachs изменили свои предпочтения в отношении нефтянки. И теперь по бренду ожидают не снижение ниже 70 долларов, а рост до 87 долларов за баррель. Но я пока что, друзья, вам рекомендую держаться подальше от рынка нефти. Особенно с учетом того, что очень высокая вероятность коррекционного отката. Будут сделки с моей стороны, я вам обязательно об этом расскажу. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok